Привет зритель. Я сначала думала, как я буду записывать, у меня голова в не том виде, к тому же пчела укусила, возможно, часть лба или еще чего-то распухла, потому что я вот чувствую, что там тянет, ну где не знаю. И пчела меня укусила, как уже сначала в руку вот сюда я вешала рамки в этом, но благодаря супрастину уже ничего нету, вся опухоль прошла. А вторую таблетку супрастина не съешь, ибо внезапно связь появилась, и она Wi-Fi отрубила меня, которая с камеры соединяла. Короче, я сначала думала, нафиг мне снимать этот мунбанг, когда у меня не особо свежая голова, да ладно, не особо свежая, мне укусила пчела вот сюда где-то, и чувствую, что тянет, и где-то, возможно, все-таки слегка меня распухла, может лицо, может это лоб, может еще что-то распухла. Мне еще укусила перед этим, что-то то ли нож тупой, то ли хлеб мягкий, то ли все вместе. Этот самый пчела, когда, видимо, где-то там сидела такая, может, полусонная на рамки на какой-то, когда я рамки на колесо вешала. Я съела супрастину, у меня рука прошла. А так как, видимо, я не знаю просто супрастин, можно еще раз было есть или нет, я уже не ела, но меня вырубило на три с лишним часа. У меня тут что, салат еще не помешанный, сыр, вот я на всякий случай взяла, две сосиски, они были заморожены, я их достала из морозилки, они сколько-то времени полежали, вот я их сварила. Тут еще вот это вот, середочка, ну, как бы, люди середочку картошки покупают, а Лёля что-то так подумала, в честь того, что меня дважды пчела уже укусила сегодня. Можно середочку и так открыть. И салат у меня тут, значит, ну, листья салата, петрушка, укроп, огурец, масло из селедки, я что-то эксперимента ради так полила, потому что я открыла тут много ее. Значит, соль, хотя, наверное, масло из подселедки соленое. И этот, пастернак веточки. Сосиски от того, что они были в морозилке, из-за морозилки достаны, я не снимала шкурку, обычно я у сосисок перед варкой снимаю шкурку, чтобы не снимать ее потом. Сосиски, молочная визанка или что-то такое, мне тетя в прошлый раз еще привозила. Кошка у меня на улице ловит мыша, до этого спала со мной. Я сегодня приехала на машине с родственниками, они уже ехали, в целом ходили, полтора ведра скачали. Меда, короче, этот... У меня так получилось, что у меня две вилки. Я хотела достать ложку вилку с сушники, но вот получилось, что, видимо, вторая была тоже вилкой. В общем, в 10 выехали, если точно, вон на машине, где-то, может, минут 20-11 были, фиг знает, я чуть не помню. Короче, я вроде как легла вчера рано, но кошка у меня внезапно вспомнила, что можно бегать ночью, прыгать и хозяину не давать спать. А потом я проснулась. И так рано хотела вставать, но в итоге до кошки я проснулась еще раньше. Она вполне нормально вместилась в малюсенькую, ну, маленькую серую переносочку. Тетя моя сегодня в машине сказала, что хозяин кошки торопится не пойми куда и зимой покупает, когда еще на деревне далекуще эту самую переноску. Ну, на мое, что почему она до этого в нее не влезала, пришлось другую переноску покупать. У меня, наверное, уже говорилось, что вырубила в итоге на 3 часа. Даже почти на 4. Я на всякий случай будильник... А, нет, на 3 все-таки. Почти, можно сказать, тогда почти на 3 часа. Я будильник на всякий случай завела. Думаю, пусть будет это так вот. Ну и вот так. С учетом, что она замороженная была до этого еще. На 10 минут седьмого, как-то так. Я всчехляю камеру, сейчас подумала, можно было ее оставить дома, не тащить в город. Потому что в монтаж я все равно так и не успела. Да, селедочным маслом залив, вкус селедки ощущается. Я сначала хотела сварить картошки, а потом подумала оставить эту картошку, чтобы суп сварить. Я там 5 картошек свежих по бока подавала. Из блюдер, которая... И потом думала замутить пюреху и сварить к ней сосиски. А потом подумала, у меня же есть зеленуха. И пюреха может подождать. А зеленуха полежит, полежит и ласты склеит. Я подумала, может записать на камеру, что у меня тоже есть зеленый салат. С огурцом и селедкой. У меня же там зуб растет. Слушайте, люди, так неприятно. Неудобно, но он мне кончик языка подрел, во-первых, с этой стороны. Второй снизу, справа. Жевать-то нормально, но это для того, что он кончик языка подрел. Я тут, когда монтировала себя деревянским, я думала, что у меня рука все время внизу. А вот так вот положить, как-то неудобно. Она лежит тут, не к силу ни в гору, вымешается, и иди. Пусть лежит обратно на коленях. У меня там еще пару штук надо помыть пчеловодных. Специально воды согрел овчанике. Правда, он уже, наверное, ну, обдала их малость. Потом согрею еще раз, уже бы умывальник налил. Потому что надо мыть горячей водой. Это не сегодня в пятерке, на левом берегу купила че-то хлеб. Хлеб солодовый. Солод ржаной. Традиционная технология. Или сладкий хлебедовод. Мне спрашивают, я говорю, черного или белого. Говорю, давай игру немножко белого и черного. Но так как, видимо, черного совсем не было, ну, что, по-моему, там серый, блядь, ну, средняя между черным и белым. Даже не настолько серый, как, допустим, вот, что, средняя между докторским и черным. Самое интересное, что жую сейчас как раз на ту часть, где у меня этот зуб растет. Как-то так получается. Сайсиска малость постыла. Пока я тут тущу. Вообще, раньше я не ела, мне кажется, салат с хлебом. А сейчас какой-то такой пережитний, что я хлеб почти ведием. Ну, не только с супом. Иногда еще. Нет, еще три банана есть. И мне сегодня полторашку свежей сыворотки выдали. Я вспомнила, что у меня тут есть малюсенький блендерик на 330 миллилитров. Это портатилы. И вот. Можно кусочек банана разломать, залить туда сыворотки и вяжек на один стакан. А у Гошки там... Ну, у нас были сегодня макароны с мясом, мне что-то положили с куски носа. Думаю, много жрать что-то как-то это... Да что ж за нафиг-то такой? Дурацкое приложение. Одно феерически тупое приложение на весь экран уведомлениями вылезло. Все нафиг-то творило. Ну, пока я его тут настраивала, камера быстро уловилась. Я все-таки чего-то пожевала. Да. Сегодня тут несколько раз уже дождь был. И мы и с дядей был дождь. Ну, не сильный, но все равно вымокнуть можно. Так что можно... Ну, как бы не жарко, поэтому... Сегодня максималка, пока было солнышком, было 20 градусов в теньке. Я могу тут смонтировать то, что думала в городе смонтирую, и то, что сейчас вот ем. А потом все едет и приду. И зарить. Если кто-то думает, что за хрень тут в кадр влезает, это медогонка. Мне тут интересно, надо будет ее открыть. Краник вот, который в самом углу. Ближе к нижнему правому углу. Океана. Там, короче, вот стаканчик стоит. Вот этот краник его открыть с утра, и там вот натекший... уже начнет капать. Ну, в смысле, стекший уголок. Этому дивану 200 с лишним лет. Он родом из Питера. Пока меня не было, сюда залетело несколько пчел. И подохло. В том числе на окне, рядом с которым стоит статив. Но там сравнительно меньше, чем в прошлом и годами ранее. К нам стабильно залетал какой-то невнятный рой. И это... Что бы тут ласто сказать. Играйте. Косточка маленькая. В этот раз тут просто листья салата, ну в смысле одного сорта. Я везла из города в деревню, вчера в саду, и такие вот, ну, грубоватые, и это самое. Ну тут попали шатусы, салаты обычные, переросшие. Вроде китайский салат называется. Иногда это дебильное приложение Ниди, которое отрубаешь, отрубаешь эти уведомления, очень раздражает. В третий раз за все вот это вот. Причем тем пунктом, который уже отметила, как мне напоминать. Там меня спрашивали, ну как, запрос такой был, что я, какие продукты покупаю в деревне. Вот до этого года я, может, местами как-то отличалась. Ну, в принципе, по большей части так оно и было все. Примерно те же, что и в городе. Вот тут купила, как бы я иногда его покупаю, правда, в другой упаковке. Сыр правленый, янтарь. Гуав, плав, сыр. Тут его купила сюда. Ну, я отдельно-то потом обозрю как-нибудь. Что я купила. Часть достану из холодильника и обозру, а часть достану там из какой-нибудь шкафа. Так, я так понимаю, что каким-то загадочным образом кусок хлеба уже схомячила. Часть достану из холодильника и обозрюху. Там вот, может, видно будет огурцы. Те, которые меня в выдох угасила, женщина, у которой беру молоко козье. Кстати, я сюда привезла пол-литра молока, но перелила из бутылки банку. В пищевую пленку, а потом в фольгу. Где-то 600 миллилитров контейнер кефира. Ну, вообще-то просто каша. Вот там огурцы саю огорода и несколько снук с нашего сада. Вот там огурцы саю огорода. Вот там огурцы саю огорода, поставьте на мою любую полку. Просто на моюหนу медленник. 工作-какий и заболев громко. Пойог barrel-какий и грязь. Первая 그렇ка, врат Saskatoon. Громко-какий и медленный характер. Понялось. Вот там гер следов? Грязи. Как-э done стадок из чём можно нового чёрным чёрного мусора eats от الد czyt attention-какий. Работта belonging нет. Попас ruthless за поверхность и начинает этой базы. так вот говорила это были макароны с мясом не положили какую-то такую ну не то чтобы много так вот среднем не сказать чтобы им было раздела думаю фиг нас еще взять можно лучше сейчас нужно попить судами а моя сестра видать есть хотела она раз положила еще положила я что-то то ли постеснялась то ли просто подумала что че переедать я тут смотрю там макарон осталось гулькин нос я их кошки положила я сначала думала если останутся макароны подогрею их на сковородке толкну тут яйцо смотрю там подогревать особо нечего а кошку тоже кормить надо в смысле тоже она тут тоже есть хочет мне еще сказали кошки положил я подумала что лучше можно сделать вот это что-то иное там уже туда специально все это дерево нафиг не приволкла если новая туда я себе заварила этого самого чая растворимого кодзи китайский порошковый чай кодзи в чашке и у меня есть пол литровая баночка кодзи молочка сейчас как-нибудь это попробую налить я решила что сыр может и и не открывать потому что я сегодня как бы приехала тут не на один день сыр можно открыть потом у меня вкусная соломка у меня такую соломку сюда тетя присылал ну привозила как-то чаю мы ее за один день нахомячили я думаю если увижу магнит я поеду в деревню куплю 100 рублей без копейки 10 грамм сладкая соломка а вот я вот кидать да стеет тут слегка то что-то накопало всего у меня там чай не греется потому что я что-то это наливала чай и поняла что там вообще совсем чуть-чуть осталось и надо бы сразу кипятить мало ли мне еще предпочитать чай попить у меня тут зефир который с прошлого раза еще при лугах покупала и он я по него ну как бы не то чтобы я во-первых по нему забыла во вторых я его тут специально расставила я же тогда думала что я тут только на отрыдно он как-то тут пролик я что-то так подумала и кто не скажет после селезки сладкое жрать может приблить меня я вот он как-нибудь попробую по-другому может чуть-чуть сменить место положения штатива как-то там был канди заварен мелко листовой но мы уже столько чай пили раз черный там скорее всего он уже весь слился люблю слегка поджаристые такие подрумяниные специально выбирала ну в смысле там была которая сначала взяла какая-то со светлой соломкой а рядом лежала слегка подрумяниные негче у нас сегодня вроде как восемь с чем-то должен быть чай в том конце и с меня мед свежесрезанный свежесрезанный тут как бы дожди были то есть а а сейчас что-то 7 часов вроде ну короче я потом все равно туда схожу потому что мне интересно узнать одну штуку которую интересно не только мне узнать а там вот там кто-то с прокосил дорожку к дому боря который два года уже как не жилец а его родственники которым дом этот на самом деле не принадлежит и принадлежит он игре волги если кому интересно можете записать тысячу себе купить для блюдный дом короче они уехали на поможах не знаю в какой город типа мы сюда не вернемся хотя и приезжает и чисто при живом соседям к нему на шашлыки без живого соседа примерно за тем же самым в этой серии а вы когда своим родителям деревне ну те у кого и допустим родители приезжайте вы им помогать помогаете когда приезжайте но хоть чуть-чуть или как вот родственники бури не знаю наверно нему там минимально так как-то помогали но чё-то не верится с трудом учитывая чем история сборина история закончилась в итоге я на самом деле очень давно соломку не покупала потом за это лето как-то в магните купила соломку по сетке мой лучшенький пакетик с очень хорошим составом солененькая раньше любила соломку потом она как-то пропала из моего поля зрения а потом появилась такая которую лучше даже не покупать но это не такой крутой состав как у той соленая была но тоже в принципе неплохая даже если тут есть это пальмовое масло оно скорее всего или в очень минимальном количестве или внезапно меняемого качества я имела бы просто соломку а не про зефир я имела бы просто соломку что там что-то наверное которые так Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слишком сильно разбавила молоком Ну теперь горячо Субтитры сделал DimaTorzok 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 я его смотрила С смотрела и потом делала перерыв потом досмотрела Get Speakers Там был какой-нибудь черноволосный вроде чувак в очках у него был укус Бери и Вот это местами даже поджаристая такая конкретно была. Может быть, погоревшая. Мне сегодня попался жасмин, у которого было 5 лепестков. Ну, когда лепестки разваливаются, остается такой типа плодик. Обычно четырьмя треугольничками, а тут писью. А в муфигасе, даже ужасмин обувают мутанты. Обычно же встречаются на сирене. Ну что, в голове прилетело, что ты жрёшь много сладкого. А потом подумала, сказал бы кто-нибудь в комментах. Ну, а вы ещё можете сказать? Я однезапно каким-то образом стала слегка сильнее. Что мне думал, он был металлолом, который я до этого еле вворочила с места на место, вот так вот, ну, ручную, двумя руками. А тут я его за один раз одной рукой спокойно так вынесла на помойку. А ещё не втащила пустую недогонку полноценную сборную. Синей сюда. Одна. И сама удивилась, и люди офигели. При том, что когда я в деревне, у меня тут нет этих утяжелителей, деревусь МКГ. А когда я приезжала из деревни, то либо помирала в очередной раз, либо было жарко и физической нагрузкой заниматься было равно, как провоцировать помирание в очередной раз. То ли после того, как я велик заворотила домой, а потом обратно. Которого надо менять камеру на переднем колься. Приеду, закажу камеру. Даже думаю, дуя, чтобы одна была запаска на всякий случай. И, наверное, набор гаечных ключей. Для велика. Потому что на переднем-то колесе я, может, сама смогу поменять. Камеру. Ибо, как-то странно, на тех, на кого рассчитывала, кто говорил, что присутим, может, обратиться ко мне. К нам. Они как-то так себя повели, будто они никогда вообще вели в глаза не видели. Будто, что-то на улице блякнуло. Камеру. Камеру. Ибо. Камеру. Камера. 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 Даже если мне все-таки согласятся помочь нацепить камеру на колесо, ну в смысле снять, потом обратно нацепить новую. Думаю, набор ключей для велосипеда все-таки надо иметь с собой на всякий случай. Дверь саскицая. Достала соломку, потому что она обжаристая, но насырала, даже не начала. Фух, зритель, спасибо за компанию. Наш обрывающийся местами Монгбанг. Что-то я как-то так икнула после Монга. Вроде как подошел к концу. Я как бы смотрю в телефон, но при этом как бы, ну вот так вот все равно ты видишь, как я все равно. Так, что тут это? А, это, это, ну как ее там, клеенка такая. Молоко. Но в кадре только крышечкой. Потому что я приблизила тут. В общем, спасибо тебе, зритель, за компанию. Я надеюсь, ты пожрал, поел, покушал или типа того. Я надеюсь, ну это, не знаю еще. Короче, у меня все равно неудобно этот язык, частично на зуб зацепляется. Интересно, долго это будет? Это состояние полуроста зуба. Короче, пока тебе. Чтоб тебя не пучила. Так говорила одна моя сестра одно время. Субтитры сделал DimaTorzok